Найти инвесторов для строительства жилья предложил губернатор региона Игорь Орлов, главе Няндамского района Вадиму Струменскому. Основные вопросы, которые обсудили на встрече с районной администрацией, касались строительства ряда социальных объектов. Глава района рассказал о сложностях с возведением новой школы в Шалакуше. В поселке достаточно сложно найти территорию, которая соответствовала бы всем стандартам безопасности общеобразовательного учреждения. Глава региона поручил правительству области совместно с администрацией Няндамского района решить этот вопрос. Затягивается также и строительство 20-ти квартирного жилого дома для бюджетников в самой Няндаме. Подрядчик не выполнил работу в полном объеме, контракт с ним был расторгнут. Ситуация осложняется тем, что застройщик признан банкротом. Орлов предложил главе района найти инвесторов, которые продолжат начатое 7 лет назад строительство. А также рассмотреть возможность долевого строительства домов для бюджетника с привлечением средств жилищных сертификатов. На встрече говорилось и о строительстве нового детского сада в молодежном квартале Няндамы. Сейчас готовится аукцион на покупку проектной документации и необходимо решение о финансировании работ. Обязаны выполнить и программу президентскую указы, поэтому единственное, что мы сегодня больше 20 детских садов строим. Почему вы туда не попали, почему этот провал такой, я не очень понимаю. На следующий год будет сложнее. Нам вроде как обещают деньги, но очень напряженно. Придется софинансирование добавлять. Отличные типовые детские сады на 120 мест строим. Супер просто. Я там думал, их не построят. У нас были даже проблемы в Вельске. Видели вы эти детские сады в Вельске? Они, получается, за два месяца их под крышу подводят. Два месяца под крышей. Продолжение следует...